Смейтесь с нами! Прошло то время, когда мы с вами, сдерживая смех, смотрели, как солидные дяди дарили друг другу ордена, целовались в засос и произносили речи типа Дорогие друзья, товарищи, с чувством глубокого удовлетворения мы сообщаем, что сегодня, безвременно, в расцвете жизненных сил, не приходя в сознание, скончался товарищ Суслик. Смерть вырвала из наших рядов выдающегося деятеля нашего региона. Нет слов. Таких людей не бывает. Нет слов. Нет слов. Нет слов. Нет слов. Есть. Он сиськи-масиськи избирался делегатом 25-го, 26-го звездов, где проявлял глубокую принципиальность. Всегда голосовал за, даже если был против. От линии отклонялся вместе с линией. Он не заночевал. Он не заночевал поручшку и изменял жене, что подтверждается свидетельствами других женщин. Справки прилагаются. Товарищи, есть предложение ходатайствовать о переменовании вашего города в город Суслик. Пока, по пожеланиям трудящихся, ему не вернули прежнее название. Время покажет. Спи спокойно, дорогой друг, пока тебя не перенесли в другое место. Благодарю за внимание. Пригласил Сталин Громыко и говорит. Вот вы, Алексей Максимович, в свое время написали прекрасный роман «Мать». Пришла пора написать роман «Отец». Прообразом главного героя согласен быть я. Не знаю, смогу ли я возраст. А вы попитайтесь, попитайтесь. Попитка не питка. Правда, товарищ Берегин? Как думаете, бабуля, кто перестройку придумал? Коммунисты или ученые? Я думаю, коммунисты. А почему? Да потому что ученые сначала на животных опыты проводят. Выступает Горбачев на съезде. Товарищи, в 1990 году у нас не будет мясных продуктов. Что предлагаете делать? Зал молчит. Вдруг раздается голос. Будем работать по 10 часов в сутки. Горбачев. А в 1991 году, товарищи, не будет молочных продуктов. Что предлагаете делать? Тот же голос. Будем работать по 16 часов в сутки, Горбачев. А в 1992 году будут перебои с хлебом. Будем работать круглосуточно. Расчувствовался Горбачев. Спасибо вам, дорогой товарищ, за поддержку. Позвольте узнать у вас, а где вы работаете? В крематории, Михаил Сергеевич. Владимир Ильич, звонит Ленин Сталину. Как вам понравился новый номер ИСКИП? Очень мягкая бумажка, Владимир Ильич. Приходят к Ленину ходоки и жалуются. Вот, Владимир Ильич, до чего дожили. Кушать нечего. Уже солому с лаптей едим. Скоро начнем, как лошади ржать. А Ленин им и говорит. Да вы не остраиваетесь. А вот мы, Давид Ильича, Сверхс и Дмунчим, бочечку метка навернули, так ведь не жужимся, как пчелки. Умирает Брежнев. И просит вызвать к нему Андропова. Андропов приходит. Юрочка, ты не в курсе дела. Кого он назначил вместо меня? Меня, отвечает Андропов. А если народ за собой не пойдет, тогда он пойдет за вами, Леонид Ильич. На 24-м съезде КПСС Брежнев получает записку. Леонид Ильич, почему в стране не хватает мяса? Брежнев отвечает. Товарищи, мы идем к коммунизму семимильными шагами. Скотина за нами не поспевает. Абрам и Сара сидят в Шереметьево, дожидаясь самолетов в Тель-Авив. По трансляции сообщают, в связи с отлетом товарища Брежнева за границу, рейс на Тель-Авив задерживается на два часа. Новое ожидание. И так до тех пор, пока едва ли не все правительство отправляется наносить зарубежные визиты. В конце концов, Сара не выдерживает. Послушай, Абрам, если они все уехали, может, мы останемся? Семейный скандал в доме Брежневых. Ну и тут же ты, Леонид Ильич? Да. Мы коммунисты все, твердой парады. Встретились на том свете Брежнев и Черненко. Разговаривают. Ты не знаешь, что теперь там в Москве главное? Да Миша Горбачев. А кто его поддерживает? Да никто не поддерживает. Он сам ходит. Брежнев и Громыко прилетели с дружественным визитом в одну из африканских стран. После приземления самолета его обступили встречающие африканцы. На трап вышел ли Брежнев и Громыко. Брежнев подкинул гривенник, поймал орел. После чего говорит Громыко, теперь твоя очередь целоваться. Брежнев вызывает мужика и говорит, будешь сидеть в Кремле и встречать в жарю коммунизма. Получать будешь три сотни в месяц. Мужик страшно доволен. Работает, деньги получает. Как-то поехал по турпутевке в США, а там его встречает президент и говорит, мужик, пошли лучше ко мне работать. Будешь сидеть на белом доме встречать в жарю коммунизма. Вот и что, говорит мужик, у нас, у вас работа временная, а вот у нас в СССР постоянная. Леонид Ильич обращается к внучке. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь и станешь такая же большая, как я? Генеральным секретарем. А зачем нам два генеральных секретаря? Иностранный корреспондент спрашивает Брежнева, как вы решаете проблему снабжения такой огромной страны? Очень просто. Последствием его цивилизации. Мы все свозим в Москву, а из Москвы население само разбирает. Спрашивают русского. Ты любишь свою родину? Люблю. умрешь за нее? Умру. Спрашивают еврея. Ты любишь свою родину? Люблю. А сможешь за нее умереть? А кто же будет тогда любить родину? Едет Брежнев на машине, смотрит, памятник стоит. Он остановил машину и спрашивает, а кому это памятник? Чехову? А, это тот писатель, который написал Муму. Нет, Леонид Ильич, Муму написал Тургенев. Садится Леонид Ильич в машину и говорит, странно, Муму написал Тургенев, а памятник почему он раздавит Чехову. За столом Брежнев со своими приближенными играют в игру подорожания. На столе вертушка со стрелкой, по кругу алфавит. Стрелка останавливается, Брежнев после некоторой паузы сообщает на названную букву М машины Т таблетки Ж железа К ковры. Вдруг выскочила буква Ф. Брежнев задумался и радостно произнес Все! Поезд отправленный в коммунизм стал. Путь кончился. Ленин Всем выйти на субботник строить насы. Рельсы закажем у капиталистов. Не мы, так наши дети будут жить в коммунизме. Сталин А ездную бригаду и персонал станции расстрелят. Прочих укладывать местношпал по пятилетним планам. Хрущев Всех реабилитировать, снять рельсы позади, поезда и укладывать впереди него. Через двадцать лет будем на месте. Брежнев задернуть занавески на окна, раскачивать вагоны. Каждый нормальный советский человек поймет, что мы едем. Андропов попытался выглянуть в окно и умер. Черненко не попытавшись выглянуть в окно, тоже умер. Горбачев вышел на платформу, оглянулся. Пути впереди нет, товарищи, назад тоже нет. И поэтому нам всем необходима ускоренная переформировка нашего поиска. Сталина после выноса из Мавзолея похоронили рядом с Дзержинским. Дзержинский, ты сюда на время или на совсем, Сталин? Не знаю, а дожду 28-го съезда. Я же член партии. Куда прикажут, туда и лягу. Иностранный корреспондент на приеме у Микояна и Молотова заметил, что у Микояна чернильница стоит под столом, а у Молотова на шкафу. На его недоуменный вопрос оба дали одинаковые ответы. А я чернильница, куда хочу, туда и ставлю. А потом, будучи принят Сталиным, корреспондент рассказал ему об этом. И шаки, сказал Сталин. Но почему же в таком случае вы поставили их на столь важные государственные посты? А и шаки, куда хочу, туда и ставлю. Ельцин приехал в Свердловск и прочел плакат на стене дома. Ленин умер, но дело его живет. Лучше бы ты жил, а дело твое умерло. После очередного угона самолета в Швецию, какая разница между русским и евреями? Евреи уезжают, а русские улетают. После того, как Горбачев открыл границы, просыпается на следующий день, нет, Раисы Максимовны, выходит на улицу, ни души, в Кремле никого. Пустота. Вдруг звонит телефон. Михаил Сергеевич, как дела? Это Легачев беспокоит. Егор Кузьмич, дорогой, что произошло? Говорят, я вам, Михаил Сергеевич, советовал границы не открывать, а теперь-то чего? Все разъехались, весь союз. Вот это да! Так значит, только мы с вами остались. Почему мы с вами? Я из Швеции звоню. На третьем съезде народных депутатов СССР сосед спрашивает Чукчу соседа, ты кого будешь критиковать в своем выступлении? Царское правительство России. За что? За то, что оно продало Америке Аляску, а не Чукотку. Тележурналист Взгляда проводит опрос на улицах Москвы. Простите, где вы родились? В Санкт-Петербурге. А где заканчивали школу? В Петрограде. А где живете теперь? В Ленинграде. А где хотели бы жить? В Санкт-Петербурге. Брежнев собирает Политбюро и говорит «Дорогие друзья, за последнее время мне стало известно, что многие члены нашего Политбюро начали подать в детство?» К примеру, на прошлой неделе всеми нами уважаемые министры обороны взял у меня оловянного солдатчика и до сих пор не отдает. Собирает Брежнев Политбюро и говорит «Дорогие друзья, капиталисты стоят на крою пропасти и смотрят что мы там делаем. Леонид Ильич на официальной встрече читает». «Уважаемая госпожа Тетчер». Кто-то из приближенных говорит «Ганди». Да. «Уважаемая госпожа Тетчер». Ему опять подсказывают «Ганди». Вежу. «Уважаемая Азбожа Тетчер». Входит к нему посетитель «Здравствуйте, Леонид Ильич». «Здравствуйте, но надо говорить «Дорогой Леонид Ильич». «Дорогой». 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 «Алло». «Это КГБ». «Нет». «КГБ» «Сгорело». «Опять звонок». «Алло, это КГБ». «Нет». «КГБ сгорело». «Снова звонок». «Алло, это КГБ». «Вам же сказали «КГБ сгорело». «А может мне приятно это слышать». «На на ноябрьской демонстрации парад открывает военная техника». «Танки, орудия, ракеты, тактические, стратегические». «А за ними четыре молодых человека, одетые в строгие черные костюмы с дипломатами в руках». «Брежнев Андропову». «Кхм». 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 «Это мои люди». «Ребята из Газплана». «Но обладают огромной разрушительной силой». «Два советских крепача возвращаются с международного конкурса. Один занял второе место, а другой сорок второе. Лауреат в полном расстройстве. Другой его утешает. «Да плюнь кеша! Второе место тоже не хухры-мухры». «Да ведь если бы я занял первое место, то по условиям конкурса мне бы дали играть на скрипке Страдивари». «Ну и что тебе с этого? Ну, как тебе объяснить попонятнее? Для меня сыграть на скрипке Страдивари то же самое, что для тебя пострелять из револьвера Дзержинского». После встречи с канцлером ФРГ Суслов говорит Брежневу «Ох, Леонид Ильич, как вы его здорово отбрили этого канцлера! Он вам «А как насчет ракет в Европе?» А вы ему «А каких ракет?» «Здорово! Так и отошли от этого канцлера». Пушкин приходит к Сталину поздоровались Пушкин говорит Сталину «Иосиф Иосиф Иосифович, вы меня знаете?» «Конечно! Мы знаем вас, Александр Сергеевич и чтим ваш талант, великий талант, что привело вас ко мне». Понимаете, у меня очень красивая жена и к ней пристают одну минуточку. Алло! Сталин говорит «Прошу немедленно оградить жену Пушкина Натали от всех приставаний». Кто к ней пристает, попрошу оградить ее от всех этих приставаний. Вы довольны? Александр Сергеевич, очень доволен, что бы вы еще хотели. У меня очень маленькая квартира, очень тяжело работать, трудно работать в такой квартире. Одна секунда. Алло! Сталин говорит, квартиру надо Александр Сергеевич Пушкин. «Ага, хорошо. Александр Сергеевич, восьмикомнатная квартира вас устраивает, я думаю. Вполне. Вполне. Вот теперь можно идти и творить. Ну, хорошо. Идите и творите на благо нашей любимой родины». Пушкин уходит, Сталин снимает трубку. Берию, пожалуй. Лавруша, только что у меня Пушкин был, так что немедленно визове Дантеса. Приезжают два американца в Союз и хотят поинтересоваться интеллектом советского жителя страны Советов. Ну, приходят на завод, показывают токарю фотографию Пеле. Говорит, «Кто это?» «А, это великий бразильский футболист Пеле. Это лучший футболист мира, король футбола». «О, смотри, знают». «А может, поедем в колхоз?» «Мы там крестьяне не знают его». Приезжают в колхоз, вышли в поле, там какой-то тракторист пашет, они к нему говорят, «Стой, поглуши трактор!» Заглашил трактор. «Кто это?» «О, это Пеле Сантос, это лучший футболист мира, это король футбола, ее прожили, золотую ногу отлили, у него весь свет его знает». «Смотри, что же делается?» «Все его знают». «Пойдем на базар, может, там кого-нибудь спросим, там его никто не знает». «Приходит на привоз одесский, стоит товарищ из Кавказской республики, продает сыстры свои, «Скорите, пожалуйста, вы знаете, кто это?» «А, слушай, отойди, не мешай, у меня здесь торговля идет, и мне пристают с какими-то фотокарточками». «Ну, посмотрите внимательно, кто это?» «Зачем смотреть? Отойди, пожалуйста, торговлю мне мешаешь вести». «Ну, посмотрите, неужели вы не знаете? Его знает весь, и у вас в стране, его каждый знает, Владимир Ильич работает дома, говорит, «Надюша, пожалуйста, за четвертым томиком Карла Макса рюмка водки, возьми, пожалуйста». «Володенька, нет, посмотри повнимательнее, за четвертым томиком Карла Макса рюмка водки». «Нету, нету». «Тогда чтоб этих ходоков в Мэйквайке больше не было». Горький приходит к Ленину «Владимир Ильич, пойдемте по бабам, недорого, порубчику». «Никаких порубчиков дай им и Фельдс и Дмонче пригласить, кристально чистой души человек». Горький приходит к Ильичу он работает над «Владимир Ильич, выступать будете?» «Не буду». «Почему народ ждет и...» «Да я не человек пропили, политорскую фуражку свиснули, а без эквизита работать не могу». в Одессе решили открыть публичный дом. Ну, нужен хозяин. Где-то кто-то вспомнил, что когда-то давно до революции какой-то Рабинович держал публичный дом. Нашли Рабиновича, вызвали к себе. «Так, товарищ Рабинович, мы вот решили открыть в Одессе публичный дом». «Подумали и решили, что вы должны быть хозяином этого дома». «Ой, слушайте, я, наверное, не соглашусь». «Ну, как, почему?» «Знаете, я...» «Ну, хорошо, я пойду подумаю. Я подумаю, где-то вам завтра, наверное, скажу». «Ну, хорошо, идите подумайте до завтра». Он приходит на следующий день и говорит, «Нет, я не беру за это дело. Я за это дело не беру». «Ну, почему?» «Ну, смотрите сами, смотрите сами. мы откроем публичный дом». «Так, возьму каких-нибудь там 50 девочек». «Значит, обязательно штук 20 заберет обком, штук 10 заберет горком, штук 5 заберет тройком, остальных пошлют на прополку бурака, а придет конец месяца и мне будут говорить, «Рабинович, ложись и давай план». Рассказывает такой анекдот. Публичный дом, две двери для сильных и слабых. Подошел еврей, посмотрел, «Ой, какой я сильный, я слабый человек». Открыл дверь для слабых, опять две двери для богатых и бедных. «Ой, какой я богатый, я бедный человек». Открыл дверь для бедных, снова две двери, для здоровых и больных. «Ой, Если я слабый, больной, какой я здоровый, я слабый человек. Открыл дверь и вышел на улицу. Звонок в квартире Никиты Сергеевича Крущева. Нина Петровна снимает трубку. Алло! В трубке женский голос. Будьте любезны, позовите, пожалуйста, к телефону Никиты Сергеевича. Хотя кто это звонит? Это его соученица. Ты проститутка, положи трубку, он нигде никогда не учился. Приехал Рейган в СССР обычным туристом. Ходит с гидом по Москве, смотрит очередь. Что это за очередь? Гид. А, это мыло дают. О, хорошо живете. Идут дальше, смотрят опять очередь. Да еще больше. А это что? Это колбасу дает. О, хорошо живете. Дальше идут. Смотрит Рейган. Уйма народа. Толкотня. Ругаются. А это что? Это за сапогами очередь. Обувь выбросили. О, хорошо живете. У нас тоже такую обувь выбрасывают. Скажите, скажите, как вы думаете, а вот при коммунизме деньги будут? Ну, что вам сказать. У кого будут, у кого нет. В будуаре своей любовницы поручик Ржевский расстегнул китель и скинул сапоги. Даму передернуло. Хи, поручик, да вы когда-нибудь носки меняете? Очень редко, мадам, и только на водку. На балу поручик Ржевский танцует с Натальей Ростовой. Та все время морщит свой носик. Поручик, у вас так от ног воняет. Пойдитесь, снимите носки. Поручик на минуту вышел, вернулся и снова закружился с Наташей в вальсе. Она с отвращением. Поручик, все равно воняет. Вы сняли носки? А как же? Вот они в кулаке. Василий Иванович с Петькой. Василий Иванович перебирает картошки. Ты добычи не добьешься. Черный ворон я не того. Василий Иванович, чего? А ты литру водки выпил бы? Выпил бы, Петька. Черный ворон я не того. А две литры? И две литры выпил бы. Черный ворон я не того. А ведро? А вот ведро Петька не выпил бы. Это Ленин майот. Аналогичный. Василий Иванович перебирает картошки. Поет песню. Ты добычи не добьешься. Черный ворон. Василий Иванович, литр водки выпил бы? Выпил бы. Черный ворон. А две литры? И две литры. Черный ворон я не того. Аминет, петька, не долба. Язык не знаю. Поймали белая Василия Ивановича и Петьку. Ну, отмутузили Василия Ивановича за всю масть. А Петька запрятался на дереве, залез, не видно. Били-били, устали бить. Бросили его, бедного Василия. Отдыхают, покуривают. Он говорит, Петька, может, слезешь и вместо тебя я спрячусь на дереве, пока они там швуршат. Петька слез, подсадил Василия Ивановича. Тот залез на дерево. Петька превратился там избитым. Лежит. Белые отдохнули. Говорит, так, этого отлупили, то, что на земле, но теперь примемся за того, что на дереве. Василий Иванович с Петькой сидят в бане, моются. Петька смотрит на Василия Ивановича и говорит, Василий Иванович, а у тебя ноги грязнее, чем у меня. Да я, Петька, и постарше тебя. Иллюзионист, заканчивая программу, объявил зрителям о последнем, единственном в мире и Одессе номере, для исполнения которого просит из зала мальчика. И пригласил сидящего в первом ряду. Мальчик, ты местный? Как тебя зовут? Местный Боря. Боря, ты раньше видел такие фокусы, как сегодня на сцене? Нет, никогда. Можешь ли ты подтвердить всем этим людям, и тетям, и дядям, что видишь меня в первый раз? Да, папа. Штирлиц, какого цвета у меня трусы? Спросил Мюллер. Красное в белый горошек, ответил Штирлиц. Вот тут-то вы и попались, засмеялся Мюллер. Об этом знала только русская пианистка. Застегните ширинку, шеф, иначе об этом будет знать все третье управление. Мюллер выглянул из окна и увидел Штирлица. Куда это он идет? Подумал Мюллер. Не твое собачье дело, подумал Штирлиц. Борман ехал на Хорхе со скоростью 70 км в час. Штирлиц бежал сзади и делал вид, что прогуливается. Штирлиц пошел в лес за грибами. Поискал справа, не нашел. Поискал слева, не нашел. Поискал спереди, не нашел. Не сезон, подумал Штирлиц и сел в сугроб. Идя по еле приметной на снегу тропинки, Штирлиц услышал раздавшееся из сугроба зловещее шипение. Он выхватил парабеллум и выпустил в сугроб всю обойму, после чего продолжил свой путь. И только через пять минут Штирлиц вспомнил, что пастор Шлак так и не научился свистеть. Дом Штирлица окружили гестаповцы. К двери подошел Мюллер и постучал. Штирлиц, откройте! А Штирлица нет дома! Раздался голос за дверью. Грузовик с солдатами уехал. Так уже в пятый раз Штирлиц обманывал гестапо. В секретном бункере стояла очередь за спецпайком. Впереди всегда старшие офицеры и генералы вермахта. Входит Штирлиц. Несмотря на очередь, протискивается вперед, получает паек и уходит. Голос за кадром. Они тогда еще не знали, что герои Советского Союза и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди. Каждый день Штирлиц, приходя домой, открывал сейф, доставал оттуда гармошку, бутылку водки и стопку. Наливал сто грамм, выпивал и две минуты играл на гармошке. Потом клал все это на место и закрывал сейф. Однажды он пришел домой, открыл сейф и ничего там не обнаружил. Штирлиц позвонил Мюллеру. «Это вы, Штирлиц?» «Да». «Вы по поводу гармошки и водки?» «Да». «Вы их больше не увидите». «Почему?» «Не один вы скучаете по родине». Штирлиц ехал на машине. На обочине голосовал Борман. Ядовито усмехнувшись, Штирлиц проехал мимо. Через три минуты Штирлиц снова увидел Бормана, отчаянно голосовавшего. Но он опять проехал мимо. Так повторялось несколько раз. Штирлиц задумался, проезжая Бормана в десятый раз. Штирлиц догадался. Кольцевая. Штирлиц с трудом открыл глаза и подумал. «Если я у них, то я штандартфюрер Штирлиц. Если я у нас, то полковник Исаев». «Ну и напились же вы, товарищ Тихонаву». «Штирлиц, вы еврей? Я пригожу вас расстрелять!» закричал Мюллер. «Неправда я русский!» ответил Штирлиц. Придя к себе в кабинет, Мюллер увидел Штирлица, подозрительно стоявшего возле сейфа. «Что вы здесь делаете, Штирлиц?» строго спросил он. «Трамвай жду!» ответил Штирлиц. Мюллер вышел и, идя по коридору, неожиданно подумал. «Какой, к черту, может быть трамвай в моем кабинете?» Он забежал в кабинет, Штирлица не было. «Наверное, уже уехал», подумал Мюллер. «Штирлиц!» «Я вас раскусил!» сказал Мюллер. «Ваш аусваис пахнет русской сивухой!» «Ничего подобного!» «Это Борман, когда оставил печать, вдохнул на нее». Штирлиц вытащил из сейфа записку Мюллера. Мюллер жалобно визжал и отбивался ногами. Штирлиц шел по бункеру. Навстречу ему шел молодой офицер. То ли по горящему взгляду, то ли по залихватским усам он узнал в нем русского разведчика. А может, на эту мысль ему натолкнули парашютные стропы, что волочились за ним по бункеру. Штирлиц зажег свечу. Свеча горела, но света не давала. Штирлиц погасил свечу и света дала. Штирлиц вошел в комнату из окна дуло. Штирлиц закрыл окно, дуло, исчезло. Штирлиц шел ночью по улице и услышал за собой шаги. Он выстрелил слепую, слепая упала. Штирлиц выстрелил в голову Мюллеру. Мюллер рассмеялся. Броневой, подумал Мюллер. Президент Форд спрашивает у Брежнева, какое у вас хобби? Собираю анекдоты о себе. Ну и много собрали. Второй лагерь доканчиваю. Брежнев стал генеральным секретарем. Его спрашивают, как вас теперь называть? Зовите меня просто Ильич. Брежнев выступает с отчетным докладом. Двое в зале умирают от смеха. Наконец их вывели. Один другому говорит, я же тебе говорил, что Брежнев, а ты мне Райкин, Райкин. Брежнев приходит на заседание Политбюро. Товарищи, что это с Пельше такое? Совсем в маразм упал. Я ему говорю, здравствуйте, Пельше. А он отвечает, а я не Пельше. Я ему говорю, придется тебя из Политбюро вывезти, ты уже ничего не помнишь. А он говорит, а я не член Политбюро. В Кремлевском коридоре Брежнев встречается с Сусловым. Леня спрашивает Суслов, что это у тебя ботинки-то? Один желтый, другой черный. Ты понимаешь, Миша, я и сам заметил. Пошел хотел переодеть, а там тоже один желтый, другой черный. Умер Суслов. На поминках врач, который лечит членов Политбюро, говорит, наш главный враг склероз. Нет, говорит Брежнев, наш главный враг дисциплинированность. Мы уже полчаса сидим, а Суслова все еще нет. Пасха в Кремлевском коридоре сотрудник встречается с Брежневым. Христос воскресе, Леонид Ильич. Тут же навстречу второй. Христос воскресе, Леонид Ильич. Я знаю, мне уже докладывали. Леонид Ильич поехал в Америку. Там, как было запланировано, он выступает по телевидению. В Москве телевизор смотрит его референт, который писал речь. 40 минут выступления, говорит он домашним, проходит 40 минут, потом еще 40, а Брежнев все читает. Боже мой, закричал референт, я ему три экземпляра речи дал. Брежнев поймал золотую рыбку, она говорит, отпусти меня, я отвечу тебе на три любые вопроса. Хорошо, Брежнев говорит, первый вопрос такой, почему про Сталина они кто-то не рассказывали, а про меня рассказывали, а потому что он все в Россию тащил, а ты все из России. Ну, а второй вопрос, почему народ Петра Первого уважал, а меня не уважает, потому что он наводил порядок, а от тебя идет, один беспорядок. Третий вопрос, почему народ Ленина любил, а меня не любит? Потому что он из воров коммунистов делал, а ты из коммунистов воров делаешь. напоминь, что он не не листик, не н ни 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 Продолжение следует...